Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Продолжаем тему конфеток, а именно шоколадок. Если вы не видели, некоторое время назад мы готовили шоколад непосредственно из бобов какао. Если хотите посмотреть, ссылку на этот видеоролик вы найдете в описании данного видео. А сегодня мы хотим пойти дальше, приготовить корпусные конфеты. Мы подготовились, купили все, что нам необходимо, и сейчас в первую очередь расскажу вам о ингредиентах. Но до этого хотел бы остановиться на том, почему у нас возникла идея готовить шоколад самостоятельно. Мы освоили полностью весь процесс приготовления шоколада, черного шоколада, молочного шоколада, непосредственно из бобов какао. Тема очень интересная и захватывающая. А появилось такое желание или такая необходимость, потому что у нас все конфеты всех производителей, за исключением одного в Украине, пропали из продажи. Ну и мое искреннее мнение, что те конфеты, которые продаются в магазинах, они не совсем шоколадные, что там куча всяких добавок и всякой гадости. Ну как всегда, мы в своей теме хотим кушать и угощать вас экологически чистыми продуктами. Поэтому первое, что надо сделать, приготовить шоколад. Смотрим видео по ссылке в описании и готовим шоколад самостоятельно. Если самостоятельно готовить не хотим, можно немножко упростить процедуру. В интернет-магазинах, ссылку я тоже оставлю в описании, продается так называемый кулинарный шоколад. Это исходный материал для приготовления конфет. Натуральный черный шоколад без добавления сахара, вообще без добавления, ну вообще без ничего. Просто вот натуральный черный шоколад. На вкус он достаточно горький, ну и совсем невкусный. Не похож на то, что мы привыкли называть шоколадом. И вот наша задача сейчас сделать из этого настоящие шоколадные конфеты. Будем делать вишню в шоколаде или пьяную вишню, или вишню в каньяке. Одни из моих любимых конфет. Вот я обожаю, могу их там десяточек за раз съесть. Лариса, ну и как Лариса. Я сам прошу Ларису, Лариса прячь конфеты, потому что они останутся. Поэтому делаем их часто, делаем много, ну и как же не поделиться таким рецептом. Для приготовления конфет нам понадобятся формочки. На Алиэкспресс мы купили вот такие вот дешевые силиконовые формочки для приготовления шоколадных конфет. Стоят они по доллару. В них есть одно неудобство, о котором я позже расскажу. Есть еще формочки из поликарбоната. Вот они самые классные. В формочках из поликарбоната конфеты делать немножко проще. Но сама формочка стоит в два десятка раз дороже, чем вот такие вот силиконовые формочки. Пластмассовые формочки тоже подходят, но пластмассовые не дадут нам глянцевой поверхности конфеток. То есть поверхность конфетки будет матовая, а не глянцевая. Почему так происходит, я не знаю. Вот силиконовые получаются глянцевые, и формы из поликарбоната получаются глянцевые. А пластиковая, получается, сама конфетка матовая. Давайте сейчас быстренько пройдемся все-таки по ингредиентам. В результате наших сегодняшних действий мы получим вот такие вот конфетки. Ну, может, не совсем такие. Все зависит от формы, которую мы выбрали. Ну, вот у нас сердечки и квадратики. Все ингредиенты, необходимые для приготовления из расчета на 100 грамм конфет, вы найдете в описании видео. Если вы хотите замахнуться на большее количество, например, сразу на килограмм, соответственно, умножайте количество ингредиентов на 10 и ваяйте килограмм. Итак, кулинарный шоколад продается вот в таких вот заготовках, скажем так. Ссылка, где мы покупали, но только в Украине, к сожалению. Ну, эта ссылка действует, естественно, только в Украине. Я думаю, что в России найти кулинарный шоколад вообще не проблема. Масло какао, тоже ссылочка будет в описании. Сахарная пудра можно купить в магазине, а можно с помощью кофемолки нафигачить ее просто из обычного сахара. Далее. Вишня. Мы взяли вишневое варенье. Практически без варенья. Или как это, Лариса, это не варенье, да? Это вишня, ну, она не в собственном соку, она в сиропе была. Нет, это именно варенье. А, варенье вишневое? Только целое. Ну, вот вишневое варенье с целыми вишенками. Без косточек. Ну, да, естественно, без косточек, если неохота без зубов остаться. Но если зубы пофиг, тогда можно с косточками. Мне, кстати, кума подсунула пирожки с вишней однажды, там была косточка, я чуть не остался без зуба. Ну, такое лирика. Залили 30 граммами коньяка и ждем, пока настоится. Также нам понадобится немножко крахмальчика. О формах я уже говорил. Вот такой вот шпатылечек. Ну, ножницы это такое, не обязательно, их нужно выкинуть отсюда вообще, потому что обязательно. Кулинарный мешок для выдавливания шоколада. Плитка, кастрюлька с водяной баней, сейчас мы к этому перейдем. И кулинарный термометр. Очень классно, вообще, если вы увлекаетесь кулинарией, и у вас нет еще такого девайса, рекомендую его купить на Алиэкспресс. Тоже там стоит около пятерки долларов. Называется пирометр. Термометр, который работает на расстоянии. Направив лазерный луч на какую-то штуку, измеряем температуру этой штуки. Ну, вообще, очень универсальная в хозяйстве вещь. Ну что, с ингредиентами разобрались. Теперь Ларису в студию и приступаем к приготовлению шоколада. Первонаперво подготовим вишню. Вот в эту вот штучку, там где у нас была вишня и немножко коньяка. Кстати, можно и без коньяка, если там для детей или принципиально не пьете. Можно немножко тогда вишневого варенья. Отправляем нужное количество крахмала, тщательно перемешиваем. Ставим в микроволновку на максимальной мощности на 30 секунд, чтобы оно закипело. И после этого отправим в холодильник, чтобы у нас получилось вишня в таком, как в сиропчике густом. Вот вишенка у нас закипела в микроволновке. Я смотрел прямо через окошко, но у каждого разной мощности микроволновки. Поэтому через окошко можно смотреть, как только закипит, вы увидите, ночной пузырится, выключайте. Пусть остынет так, потом в холодильник. Теперь, друзья, подогреваем водяную баню. На плитке у нас стоит кастрюлька с термометром, который контролирует температуру воды. В кастрюльку любая емкость, в которой мы будем готовить. То есть можно стеклянная, не обязательно. Можно металлическая, любая посудина или стеклянная обязательно. Лучше тонкостенная, то есть не брать кастрюльку толстую. С толстым дном, с трехслойным дном. Да, нам нужно, чтобы оно быстро нагревалось и в то же время быстро остывало. Поэтому лучше либо тарелочку какую-то, либо мисочку. А не лопнет? Ну, может, не до большой температуры. В общем, нагреваем воду в кастрюле до 60 градусов. И потом уменьшаем мощность плитки, так, чтобы эта температура поддерживала 60 градусов. Правильно, Лариса? Можно выключать, она уже потом нормально. Отлично. Пока греется водичка, подготовим пакет. И Лариса сейчас покажет, как. Отрезаем кончик кулинарного пакета, так, чтобы получилось отверстие где-то миллиметров 5. Надеваем на стакан, вот таким вот образом, чтобы удобно было заполнять пакет шоколадом. Водяная баня готова. И приступим к растапливанию. В первую очередь растопим масло какао до полного растворения, растопления. Оно плавится достаточно легко. Растопили полностью масло какао. Всыпаем в сахарную пудру и полностью растворяем сахарную пудру в растопленном масле какао. Друзья, я хотел сказать еще такую важную штуку. То есть, вот вишенка, это совершенно не панацея. Начинка может быть совершенно любая. Может быть карамель. Можно туда орешек какой-нибудь, фундучок положить, залить его. Ой, наверное, вкусно будет. Кстати, и в саму шоколадную массу можно, надо замахнуться на вечерний Киев. Но боюсь, что в Украине это опасно. У нас монополия на конфеты вечерний Киев. В общем, отправляем, после того, как растворили сахарную пудру, отправляем шоколад. И точно так же на этой же водяной бане доводим его до полного растворения. Он должен расплавиться. Растопили шоколад. И тут важно его не передержать. Доводим его до температуры 50, максимум 55 градусов. И сразу же снимаем с нагрева. Разогретый шоколад помещаем в ванночку с прохладной водой. И помешивая, остужаем его. Не знаю, правильно я говорю, неправильно. Остужаем. Будут придираться, конечно, комментаторы. В общем, этот процесс, друзья, называется темперирование. Он нужен для того, чтобы шоколад, во-первых, был блестящий, сама конфета. Во-вторых, чтобы она не таяла в руках. Ну и все, наверное. Ну, чтобы он был тверденький и такой хрустящий. Ну, в общем, да, можно пренебречь этим процессом. Но не будет шоколад тогда иметь товарного вида. И будет сразу же оставаться. То есть вы берете конфету. Вот эту конфету берешь. Она ничего на руках не оставляет совершенно. То есть, ну, ее там можно загладить глянец, видите. Но она никак не пачкается. А если не произвести темперирование, то она будет, весь шоколад будет на руках. Остужаем, понижаем температуру, короче, не нравится мне слово, остужаем до 27 градусов. Температура понизилась до 27 градусов. И важно не пропустить этот момент. Теперь возвращаемся к горячей кастрюльке. Воду мы там, ну, она как бы стояла, она горячая. И опять нагреваем шоколад. Теперь уже до 32-33, правильно? 31-33 градусов. 31-33. Вот тоже момент температуры. Важно не пропустить. То есть нужно четенько-четенько попасть в температуру. Разогрели шоколад до нужной температуры. Отправляем его в кулинарный мешок. Наполняем форму шоколадом где-то на одну треть. И вот помните, я говорил, что хорошо, когда форма твердая из поликарбоната. Тогда все значительно проще. Тогда заливаешь полную форму. А потом просто ждешь минутку и переворачиваешь ее. Лишний шоколад, ну, естественно, шпателем вначале заглаживаешь. Лишний шоколад выливается и получается корпус для конфетки. Но так как форма у нас силиконовая, дешевая, ну, как бы реально из поликарбоната стоит, начиная от 20 евро форма. Вот, достаточно дорого. А это стоит в районе доллара, даже дешевле. Ну, это с учетом доставки в Украину. Поэтому играемся вот таким вот образом. То есть наполняем формы жидким шоколадом примерно на одну треть объема. Теперь вот такими вот методом наклонения пытаемся распределить шоколад по всей форме. Чтобы шоколад создал корпус. Как бы вот так вот он должен растечься. Ой-ой, вытекает. Ну, то, что вытекает, не страшно. Главное, чтобы он покрыл все боковые стенки формочки. И тоже очень важно, чтобы это произошло доверху. То есть если вытечет ничего. Но главное, чтобы не было, ну, вот здесь вот, не было непокрытых участков. Потому что тогда наши конфеты будут протекать. То есть суть понятна, да? В этой мягкой форме нам надо вот все, как бы все края обмазать шоколадом. Там, где не получается обмазать методом переворачивания формы, делаем это вот так вот. Поправляем просто шпажкой. Когда вот таким вот образом закрасили все стеночки, скажем так, оставляем форму минут на пять, чтобы шоколад на стенках застыл. Корпус застыл. Отправляем туда вовнутрь начиночку. Для этого раскладываем вишенки. Ну, или чем будем заполнять. Если карамелькой, то карамель разливаем. Карамель можно также выдавливать из кулинарного мешочка. Ну, в нашем случае вишенки. После этого каждую формочку заполним сиропчиком, который у нас получился из коньяка и крахмала. Такое сочетание, конечно, интересное. Заполним так, чтобы осталось расстояние еще как минимум, ну, до верха. Миллиметра три, для того, чтобы потом залить донышко. Заполненные формы заливаем сверху шоколадом. Под уровень, ну, под уровень заподлицо с формочкой, скажем так. После того, как все конфетки запечатаны, отправляем форму в холодильник минут на 15, чтобы шоколад полностью застыл. Через полчаса конфеты можно извлечь из формы. Извлекаются они достаточно легко. Ну, не вытрушивайте их сразу, потому что вы можете поломать. А вот так вот по одной конфетке аккуратненько доставайте. Так как всегда показываю разрез готового продукта, попробую показать разрез конфетки. Навряд ли это получится у меня. Но, блин, не получается. В общем, она разламывается. Так она целая. Корпус очень тоненький. И при разрезе она разламывается. Из нее все вытекает. Ну что, надругаюсь еще над одной конфеткой. Но, друзья, не получается показать разрез. В общем, покажу корпус. Видите, вот он выглядит вот так вот. Но он очень хрупкий. То есть, когда конфетка целая, она совершенно не хрупкая. А когда ее начинаешь разрезать, получается такое безобразие. Теперь эти разломанные конфеты надо схомячить. Ну, я же их уже испортил. Но они реально очень вкусные. Поэтому, друзья, с удовольствием вам представляем рецепт классных корпусных конфет. Вовнутрь, как вы поняли, можно совершенно любую начинку. Можно джем. Можно повидло какое-нибудь. Можно карамель. Можно так, как мы сделали пьяную вишню в шоколаде. Хотелось бы в заключение прорекламировать какого-нибудь производителя конфет. Но воздержусь от этого. И предлагаю вам делать вкусные классные конфеты дома. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, что вы сделаете по нашему рецепту вкусненькие конфетки. Будете долгими зимними вечерами со своей семьей наслаждаться этими конфетками. И вспоминать нас не злым, тихим словом. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока.